Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 57-й финальный выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест лыжника «Тихий калибр» с глушенным 12-м калибром по ЧВК и «Диким» и закрыл для егеря путь охотника «Злой вахтёр», добьев 5 ЧВК на таможне в районе общежитий. Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Алёха Лещенко, Фрэнки Уайлд, Маркинштейн, Винторес, Шура Осечкин, Эл, Рустик, Уайтбэр, Джокер, Блокеукас, Аноним, Зукс и Константин. Спасибо вам огромное за доброе слово, за щедрую поддержку и закрытую комиссию. Будьте здоровы! Лабра Гибра шлёт пламенный привет из долины нищих Ламмы. Не знаю, о чём речь, правда скажу. Салют, говорит, из Брауншвейга Витёк. И отдельный привет в город Туймазы, говорит. Может, я неправильное ударение ставлю. Седьмая школа рулит, говорит. Хорош! Шура, я слышал, что были квесты и по 200 тысяч опыта. Так что да, там чем дальше в лес, тем больше дров получается. Бэр обнял. Привет Украине! И на подарочки, и на печеньки, и много-много всякого накидали от души. Спасибо, люди! Уже начинается возня с подготовкой к Новому году. И куда же без подарков для близких или себя. Да лично самого близкого, ё-моё. Для зрителей из России есть интересное решение. ВК-капсула мини. Умная колонка с голосовым помощником Марусей. Вот это вот это. Представлено в пяти приятных цветах и беспроигрышным дизайном. Звучит достойно. Опачки. Плюс подписка ВК-комбо на три месяца в подарок. Прикинь. Мамана. Где ВК-музыка без рекламы. Где видеосервис ВИНК, в котором более 400 ТВ-каналов и более 60 тысяч фильмов, сериалов и мультиков. Где скидка на Литр Рес. И это не весь список плюшек. Зашибись. В описании этого ролика найдёшь ссылку, где можно ознакомиться с чудотехникой. И где найдёшь промокод на скидку 500 рублей. Зашибись. Я чуть было дело не профукал. Лёгкие 40 тысяч с половиной опыта. Оружейный порох Орёл и оружейный порох Коршун. Это зелёный и синий соответственно, да, порох. Оказывается, можно варить в убежище. Ё-моё. В общем, я наварил уже тут 5 Коршунов. Ещё один варится. Два зелёных у меня есть. И ещё доварим. Три получается зелёных. И мы получим 40 тысяч. По оперативным задачам есть ещё простенький квест. Найти и передать. Гофрированные шланги 2 штуки. Они у меня валяются в ящике с хламом. И изоленту простану нужно будет найти. Её никак не сварить. Поэтому искать придётся. А так, основным квестом у меня остаётся подстава. Я планирую сегодня закрыть этот квест. Тут ещё 22 почти тысячи опыт. А здесь мне нужно на таможне пятерых ЧВК убить. Всё это приведёт к тому, что у меня будет 4 уровня лояльность с барахольщиком. Все торговцы будут максимального уровня прокачки. И закроется квест идеальный переговорщик. По которому мне помимо 21 почти тысячи опыта. Капнет ещё и оружейный СИК контейнер большой. О! Иди, говорит, в общаге первым. Понял. Понял тебя, торгов. Понял. Ну, давай зато посмотрим сразу же, если там есть решало, то мы будем первыми. Кто до него доберётся, да? В трёхэтажке, по крайней мере, точно первыми. Чик откидывает. Чё ж с этим делать-то, а? Или ничего не надо делать? Ждать, пока починят просто. Засиживаться в общагах не буду. Засиживаться в общагах не буду. Смотрим. О! Спасибо, Тарков. Спасибо, Тарков, родненький. Сразу мне изоленту дал, прикинь. Блин, может выйти, дейлик закрыть тогда? А ну-ка. Хм. А ну-ка. Так ещё и машина есть. Я не знаю, у меня опыта хватит, не хватит. Просто выходить смысл будет ли? Если у меня галка слетится за лентой, она же мне с галкой нужна. О, ещё изолента. Мармалёк. Блин, ещё бы одного дикого, и я прям на сто процентов был бы уверен, что можно выходить. Здравую мысль, кстати, подкинули эту. Подкидывать. Брать с собой, точнее. Какова фамилия? Скажи, я скажу. Дальномер. Есть у нас гости. На третий этаж пошёл, похоже. Давай попробуем. Не знаю, чем это закончится. Добром или не очень. Но попробовать стоит. Дальномер мне предлагали, короче, который карманный, использовать как бинокль. Мысля хорошая, потому что... Это тебе больше всех надо, да? Охотиться за мной. Когда я играю с коллиматором, частенько я... Не могу разглядеть, что там да где. Поэтому заменить можно будет бинокль этим дальномером. Я поехал, получается. Статус выжил до пяти минут, даже не натикало. 979 очков опыта. Но я успел убить дикого, полутал там кое-чего. Так что очков опыта, получается, хватило. Для статуса выжил. Зашибись, доилик закрываем. Ну что, 6,5 тысяч опыта. Почти 50 тысяч рублей. Можно сказать, за просто так. Так, шланги можно было бы сварить в убежище, даже если бы у меня их не было. Изолента попалась прям сразу. Бам. О, да ладно. Меченки ключ принесли за папку разведданных. Офигеть, вот это подарок. Спасибо. А если я его, допустим, продам, знаешь за что? За какую цену? За... Рубль. Бам. Миллион 343 тысячи двести рублей. Комиссия. Экономика Таркова божественна. Ну ладно, пойдешь со мной. Тогда будет лишний повод в общежитие забежать и посмотреть, что там может быть в Меченке. Да, чего может и не быть. Тогда я мешок с собой возьму. И уже веселее будет на таможне бегать. О, бачки. Так, неплохой. Спаун. Наверное. Для кого-то был бы, ну не для меня. Прям в общежитии, тогда сразу. Первая тропинка. Вообще, гектрешку. Поматься им Меченку. Если доберемся до нее. Если нет, то замес будет, как минимум. Либо с заводскими, либо... Так. Что за стрельб был? Вот так вот всегда хотел. В одном направлении пойти. Да что-то отвлекло. В принципе, мне без разницы. Где ЧВК валить? А вообще, гумеченку, если забегу, луты наберу. Потом что, с лутом бегать, что ли? Тоже нелогично, да? Наверное, это перебежка на ВСРФ. Горцанула. Ладно, пока непонятно, что там да как. Поэтому пойдем в сторону общежитий. Посмотрим, что в общагах нас будет ждать. О, там есть, блин, там ПП, ё-моё, глушеный. Ну ё-моё, я вот не люблю ПП глушеный. Обычно я умираю от них. И там всё глушёное. А где новички-то? Я рассчитывал в новичков пострелять. Иди, убей его, он что-то вопит. Не, не вижу. Не вижу, что там в конце происходит. И меня это не устраивает. Меня пошли обходить. Дикий пошёл на парадку. Так. Блин, непонятно по инфе. А, сейф надо мной лутает. Это 304-я, 204-я. Вот это? Нет, не угадал. Блин, второе окно же. Ну, дисы. Ого. Эх ты, блин. Не получилось. Может быть, если б я угадал с окном, у меня получилось бы с гранаты его забрать. Но, как получилось, так получилось. А я кого-то убил, какого-то висека. Преки. А кого я убил, не понял. Опять в общаге, иди, говорю. Ближайший спаун к общагам у меня опять. Переставил сервер с центральной на южную Европу. И вроде бы как... Нормально всё пока, да? А, нет. Пинг показался. Откидывание к... Короче, я так понял, что что... Выбирай, не выбирай. Везде какие-то откидывания. Ждём, в общем, патч. Надеюсь, в этом патче патчок рыжат этот момент. И всё будет хорошо. Можно, так как я первый здесь, сразу же смело залетать на третий этаж. И валить в меченку. Если и погибну, ничего не найду. Возможно, кто-то будет квестик делать. Придёт, а тут открыто приятно. Приятно. Мне было приятно, когда я нашёл открытую меченку в тот раз. Это МДР. Патрония. БПЗ. Мне надо с дробовика убивать, так же. Получается, решала тут нет, да? Бегает, как на копытах. Хэллоу? Нету никого. Ищем дальше. Роза прицелом непонятный. Да и тут, похоже, нет никого. Зато чувака есть. Это дикий, да? Ну ладно. Не хотят умирать. Не помню. Раньше, по-моему, АП патрон четвёртый класс пробивал вообще на изи. Так, где-то тут возьмёт, короче, была. Гиды. Гиды. Скорее всего, на ВСРФ. Движ был какой-то. Судя по всему, по воде там перебежали на ту сторону, да? Предполагаю. Пойдём проверим, посмотрим. Так, слушаем вниматочно. Тут кто-то был стопудово. Стрельбу я где-то отсюда слышал, кажется. Если стрельнул снайпер и... Ага, вон там где-то стреляли, мне кажется. Где дикий ворчит. Могли ли они завалить ЧВК? Дикие. Новичка запросто могли завалить. Обычно снайпер с крыши стреляет. В том случае, если там где-то на спящем видят. Ага, или вон там. Блин, ну это дикие. Опа, ЧВК пробежал. С окна выпрыгнул, да? Ага, вон он побежал. Наш клиент. Наш клиент. Побежал куда-то дальше. Братюня. В таких преследованиях самое плохое, что может произойти. Блин. Это тоже нехорошо. Ну, самое плохое, может быть то, что я могу оказаться в спине. Точнее, у меня могут оказаться в спине. Твою мать. Да, ну, вы что, пацаны? Твою мать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, насколько я понял, тут машинист Причем убитый Мискузи, бро, мискузи Ого, первый уровень Блин, то с такой мосинки же не попадешь, по-моему, ни по кому никогда Так, ладно Как бы то ни было Как бы то ни было, это был 12-й, бюджина Еще троих чувакам не надо А вообще пришиться бы не помешало Да? Да, у меня руки нет Вот так вот, первый уровень, представляешь? Первый Причем Через такие непростые тропинки ходят Через базу решалы То ли от опыта большого, то ли наоборот По неопытности Тут не угадаешь Ну, ничего, вайп Расставит точки над И Все будет понятно Ладно, нашли одного Нашли одного Нашли одного Пошли искать Кого искать-то, да? А, вообще эти же надо Нам решало нужен Блин, вот этот мне покоя не даст, да? Что-то в этом духе Все, пойдет Пока на карте больше никаких движений не видел Только этот кипиш с этими снайперами Все, блин Туда-сюда летело Теперь можно зайти в общежитие Еще разок, да? На наличие ЧВК проверить трешку Двушки решало посмотреть Хотя, ну, если Они могут спокойно сидеть где-нибудь за углом Гаситься и не выдавать своего местонахождения Честно вам говорю Такие они паразиты Вон он, вон он, вон он, сука Это тебе показалось, че ты Послышалось Смотри, неугомонный, а Ну давай, че ты там нашел? Страшно Или на заправку сходить, а потом на А Выходе выйти О Пацанчики кровью истекли Это по которому я пару раз угодно попал Что у нас там на общагах? Есть же выход Блин, я не посмотрел Есть ли там машина или нет Ну ладно Сейчас разберемся Посмотрим, че происходит на заправке Если там тишина, то я вернусь в общежитие И с общежития уеду домой Классно я придумал Да нет, гранатой Как ты сразу становишь-то? Тут флешка, что ли, у меня только Пощупаем? Никого Ну похоже, что решал и тут нет Опа Тут даже двери не открыты Ничего не улутано Ого Это че такое? Это снайпер так стреляет? Да Куда он зашкерился, говорит А вот Играем в игру Догони меня кирпич Ну пошли посмотрим двушку Послушаем трешку Да и домой Что тут делать Уже нечего получается Если решал и нет На карте тишина Если чувака и остались То скорее всего Только в общаге Где-нибудь Я так полагаю Хотя, по-моему, еще была Где-то стрельба Нет? Или мне показалось? По-моему, я слышал еще Где-то стрельбу Помимо ВСРФ Когда он там На сопке был Ладно, не важно Ты же догладь Забегу все-таки На второй этаж Пофиг Чтобы уже на 100% Быть уверенным, да? Нет тут никого Так, тут у нас Вот он сидит Чувака А я еще смотрю Дверь вроде не должна быть Открыта это Нормально О, вот это посерьезнее Товарищ, да? Вот это хорош По башке Я ему, видать, попал Хотя ему Нафиг этот лут, да? Все равно найдено все Ладно Страховка вернется Братан Он тут все Перешурудился Две Все перерыл Почти все Что у нас с машиной? Ой, отлично Машина есть Яичко нашел Ё-моё Доляры Рублики Евро Полный набор Для джентльмена Круто Пару ЧВК Есть в копилке Еще Чертова дюжина Настреляно Осталось еще парочка И все Классно Около 19 минут Пять с половиной тысяч Опыта Один юсек Один бир У меня получился Неплохо, я думаю О, я думал Опять в общаге Направит Так Это мы получается Уже на гаражах И делать нам тут Конечно же Нечего Значит Куда мы пойдем? Правильно Туда Куда Вольные ветра Дуют Блин Прямиком На ВСРФ Можешь пойти Было бы оружие Какое-нибудь другое Можно было бы Знаешь Что попробовать Сделать 125 метров На какие-нибудь Вагоны Залезть В СРФ Сидеть Смотреть Или вон С этой С кабинета Да С офиса Точнее Таможни Я пока Никаких движений Не вижу Не слышу Давай посмотрим Туда Как дела Обстают Вообще По идее Карта Все расскажет Вон там Дикий Стоит Ну почти Все То что вы Можете слышать На карте Это все Информация Что какой-то Движ Что-то Что-то Все будет Происходить Мы его Услышим Я думаю И как раз В этот движ Попытаемся Попытаемся Вписаться Ну а так Че Куда еще Идти Место интереса Полута Эта база Решала Это общежитие И Этот Лазарет Да Там в основном ЧВК И трутся Почти всегда Нифига Ты живучий Вот по мне Сейчас прошла Инфа Где-то Бегает Хатрэдис И такой О Стреляют Пойдем туда Посмотрим Поэтому Я бы пошел Знаешь Куда В эту сторону Через стройку В сторону Общежитий Это немножко Ё-моё Успел Уууу Я думал Всё Хана Мне Ну Почему Ля И тут Пацаны Я свой Да почему он не умирает? Хе-хе-хе-хе Я не могу убить никого Сейчас еще тот подключится, да? Обязательно Ладно, тут все дикие Да нет, показалось, братан Да ты капец, смотри, что делает А он попадает тупо по мне Да пошел ты, я берился на тебя Да беги, пожалуйста, спасибо Это тоже дикий Не могу попасть, прикинь, вот и все, хоть убей меня Все, отстаньте, сами дальше разбирайтесь Я всю, блин, округу на уши поднял Ей-богу Только ленивый сюда сейчас не придет И не начнет смотреть, что за идиот там ходит Диких не может перестрелять Фух А я вообще-то пожрать вынес Да Вон она ничего Агрессивные-то такие Я-то думаю В чем подвох Все заразы, смотри На меня на фиг А почему-то Что тут не поймают? Неужели нет никого? Как это пустая локация? Так не бывает Ва-та-фак Лутинг Так Стрельба там Понял Значит быстро сотрю тут Не то, что быстро В ужасе смотрю тут Меченку и двушку Да ладно Собираю Как будто Я даже поиграть-то с этим Не успею По факту Так Стрельба была где-то То ли на заводской территории То ли он кого-то увидел там Слышь, да? А, ящик открыт Тут есть кто-то Да пофиг мне Я пуганный А, это заводской Прикинь Или нет А, я убил его Гранатой пришибло, что ли? Точно Вот, блин А оно считается? Блин Оно не считается Прикинь Фу, ё-моё Да ладно О, как я его тут не услышал Неужели я не услышал А, он с пистолетом Наверное его щелкнул, да? Окей Я думал заводской штаны Видал, как у заводских? Блин, жаль, а? Мы будем знать, что Ну, серьёзно? Мы будем знать, что Гранаты применять не считается Хотя, почему нет А, потому что там Мурка же Двенадцатый калибр Оружие Серии МР же нужно Там же написано О, ай, блин Ну, ладно Так Теперь бы понять, где Человек, по которому стрелял Снайпер Здесь ли он пошёл Или По завод По завод По заводской территории Не пойму пока Двери закрыты Скорее всего, его здесь и не было Не пробегал Значит, он по заводской Побежал Я так думаю Обычно тут, если пробегают Через заправку То Двери за собой Вряд ли закрывают Закрывают То это редкость большая Или, возможно, это мой Параллельный, да? Спаум был Он просто на выход В ту сторону шёл Встретил кого-то Уже есть большая вероятность Давайте посмотрим Что там на базе решало Блин, нашёл ЧВК одного И Профукал На гранате Так, там дикие Не, параллельно со мной Вряд ли бы шёл Я почему-то уверен Сейчас посмотрим Безотказный вариант Зайти на базу решало И посмотреть там ящики Ближайшие какие-нибудь Если Если лутан То Будем Думать дальше Ничего не лутано Или он ещё не пришёл сюда Или он вообще В обход пошёл Да не может быть Чтоб на базу решало Не зашли По лутацию Или так бывает Тишина какая-то В рейде Нездоровая Вообще Ладно Пошли тогда на выход Что тут делать Никого На старой заправке Может быть Возможно Он как раз Вот здесь Где-то и пошёл В обход Это что такое Это он стреляет Или по нему стреляют Что-то я не понял Понятно А то он глушённый Скорее всего Дикий На трубе А заправка Не работает Да? Ой, ё-моё Тут значит Тоже Никто не проходил Дикие Живые Даже двери Нигде нет Блин, вроде бы Кто-то Чё-то Куда-то Стрельнул А чё Произошло По факту Фиг его знает Всякая-всящина Есть Как бы И тут ящик не открыт Пошёл ты Вот он Вот он СТС И он с кем-то Воевал Вот здесь На территории Заводской Ну как Воевал Стрельнул Разок Другой Кого Кошмарил Непонятно Опа Блин, этот дикий В чём я не знаю Продоположений нет Да и времени уже прошло Слишком много Тут ящик закрыт Чтобы приходить сюда И смотреть Интересоваться Кто тут чё Ладно, бог с ним Пойдём тогда домой Посмотрим сейчас Если этот бункер Работает тут же И выйду Да, да Нет Нет Бункер работает Горит вроде прожектор Или показалось мне Горишь? Нет Всё нормально Прожектор не работает Значит на Тот выход что ли Уже возвращаться Ну рубильник включать Смысла нет Пойдём на выход туда Чё тут Диса тут Например А у тебя чё тут Чё не стреляете Чё инфу не даёте Да Ходите тут Молчком Сапком Ну это уже чисто привычка Отвечаю в эту газель Занырнуть Мне тут абсолютно Делать нечего В этих компьютерах Даже если там Видеокарта будет Она мне абсолютно Ни к чему И вот это вот Тоже я заберу Потому что Привычка О Ну наконец-то Первый признак Того что тут Кто-то живой был Приоткрыт? Да Вот тут кто-то был Но я здесь Слишком поздно Уже припёрся Тут не был Значит Не совсем основательно Лутался Так чисто Тяп-ляп попутно Метаболизм Метаболизм 29 уровня Прокачка метаболизма С нуля Ну и ладно Пусть даже Осталось в Мурке Осталось в Мурке И всё остальное Беру Плошетами Чик Опять в общежитии Такое ощущение Что Ну как так Столько спаунов А меня из пяти рейдов Три раза в одном И том же месте Спауня Да? Или шести Сколько там рейдов Уже было Ну и ладно Я человек маленький Высадили на карту Я пошёл Значит в общежитие В трёшку сразу же Завнедряемся Проверяем на наличие Решало Обедимся в том Есть ли он На карте или нет И потом уже можем Свободно двигаться По самой локации Слушать Что где происходит И реагировать Соответствующее Что-то интересного Может быть ещё В меченке Пару раз Открыли пушки Опачки Стоило пожаловаться Да? Пистолетный тебе Пожалуйста Спасибо Обмыть сразу А то работать Плохо будет ящик Пошли дальше Второй первый этаж Прочёсываем Вдвушку Да-да Нет-нет Пистолетчик там Это же прям Не убивайся ни от кого Это мне нужен Бро Чё такое Где выносливость Восстанавливайся Давай речь Я тороплюсь Некогда мне дышать Потом Подвезешь Спортсмен Так И тут тишина Ух ты Пантер Блин Близко совсем У меня такое ощущение Что этот дикий Стрелял Ей-богу А не ЧВК Ни разу Оу Блин Это был ЧВК Блин Хорош Наказал Наглица Я честно говоря Думал Что он чуть дальше Там На сопке Чуть выше С верхотуры Стреляет А он оказывается Прям тут У дороги Теперь придется Ходить на флэшетах Варить Ради двух ЧВК Там Куча целую Патронов Эти хпшных Что-то я не вижу Смысла Честно говоря Так что будем Стараться Стрелять Где-нибудь По рукам По ногам И так далее Ёлки-палки Вообще В гаражах Ладно Вот так Будем делать А может быть Не пороть горячку Просто потихонечку Помаленечку Продвигаться В сторону Общежития Себе Да Да я в принципе И не порол горячку О О О О О Надо бежать Это по-моему С трубы Стреляет Снайперуля Нет Это на базе Решало Где-то Ладушки Ладушки У нас есть Примерное Направление База Решала Да Первый движ Там Значит В ту сторону И пойдем Тихоньку Тихоньку Помаленьку Будем пробовать Таким макаром Настреливать Тогда себе ЧВК А нет Это крыша Была Прикинь Это не труба Это крыша Труба По кому Ой Крыша По кому Может Плакать По той стороне Понять бы Где он Ого Блин Братва Это Случайно Не эти Самые Не решало Заводскими Нет Никого Где-то Тут ЧВК Был Сто Пудово А Вон Он На сопку Поднимается Да Это же Не дикий Это не дикий Ну да С флешетами Короче Тут Будет Пипец Тяжко Сейчас пойму Где он Дикий Прикинь Ты Заметно Ты Че там Бля 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 Базар Нет Вы Сдали Меня Ну блин Тяжко Бля ё-моё серьёзно что ли он ушёл просто ушёл а вон он блин это дикий ой такой ваще геймплей я себе ваще алё и у него даже кровотечения что ли не было что-то вообще даже капли крови не вижу я по нему раза три или четыре с флешет же попал он просто откинул гранату и ушёл прикинь да ну тебя тарков серьезно там в конце сидит у голова ушей 7 минут были ну как я этого товарища не убил я вообще не в понятках елки-палки я столько туда его стрелял стрелял и ничего нифига не получилось вот опять меня далеко-далёко заспавнила то бича так что у нас там есть все есть все забыли все нормально она рано или поздно я добью все-таки этих двух человек а это сто процентов рано или поздно да все таки опышки какие не страдал то мне опышки чё-то не шотят опышки хотя бы диких что-то ли да с одного-двух выстрелов часто а тут чё-то как-то на флешетах ну не наю ну не наю как обычно замес где-то там районе база решала да давай смещаться как бы не убивали как бы чего не получалось отчаиваться не стоит терпение и труд все перед рано или поздно я найду этих чувака двоих рано или поздно я подстрою их тишина по по идем туда прямиком бежим до выстрела так можно вроде стреляла вроде как мосинка получается это либо снайпера дикие либо чвк это кто снайпер чвк так а если вот так я чё-то не понял неужели это заводские 7-62 неглушеный заводские могут быть так 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 2 срыв уже отошел а ну-ка тут сложно понять честно говоря до дикого убили я там никого не убивал пошел фланговать или чего 1 2 дикий живой остался но если он там он сейчас выдаст свою позицию стрельнет по дикому если нет то он отсюда скорее всего выскочит мне так кажется сумка закрыта е-мое вот дикий о вот он чувака отвечаю что-то бежал бежал и такой звук был как будто лег персонаж а а это не он да чё за фигня слышу звон не знаю где он прикинь понятия не имею куда он делся пожаре полчаса опять высматривать там эти кусты это живучи да иди ты блин вроде бы был враг и нету как работает непонятно опачки так вышел в вечернее время что-то пока ожидание игроков вертелось крутилась так он уже на старой заправке испан да что-то уже стемнело как будто я моя у тырака снайпер напугал сердце в пятки ушло блин всякая хламинго лежит ну самый хороший вариант быстро найти чего-то это конечно посмотреть соседние спауны чем я тебе так приглянулся чё пристал ко мне вот тебе и труба да бежишь смотреть трубу а он зараза может стрелять вообще по заводской территории сюда в эту сторону вот такой противный товарищ капец взял руку оторвал мырному человеку я его в жизни там не пристрелю а он и рад стараться я думал там проскочить через забор но чувствую он мне не даст спокойно пройти поэтому в обход иду в обход посмотрю короче по классике заправку что-то я начал вот это беготню туда сюда вон там стреляют ли что-то все пошло все наперекосяк никого убить не могу никого найти не могу отхватываю только так люлей от чувака и от диких в том числе так не пойдет так чики-брики туда чики-брики еще такой смотрю вроде нет никого вышел а он стоит вот дает давай смотрим заправку хорошо так подвисла порезанула может заводских получится все таки надежда умирает последний как говорится вот все таки заводских получится найти а может и не получится сейчас опять включится с калаша до точно да как же ты надоел господи чё же мне с тобой делать-то а негодяй иди как же я его отсюда с флошета не достану только бежать несите меня ноженьки подальше от этого негодяя да ты чё сотри а все тут уже не должен стрелять что-то я не знаю чё-то как-то это самое чё-то как-то сломалась карма что ли смотри кровь потекла что-то произошло поворотное какое-то событие после которого тарков вообще вы короче душит меня по тяжелой душит сбавь обороты говорит куда разогнался ладушки давай посмотрим общаги тогда если тут чем поживиться в плане заводских не души ладушки ладушки давай давай стесняйся тут тоже вроде тишина ладушки почти опа это дикий сделал похоже на то все заперто кругом никто ключами не ковырял нигде ой тут тишина так получается я в какой-то тихий рейд попал да выходит что так это чё так надо я думал сигнальный 5 7 патрон беспонтовый и все больше ничего интересного ну не знаю отмеченки такой настолько прям редкий ключ на самом деле в принципе тут ничего серьезного не спавнится сколько уже я раз открыл шесть четыре раза открыл 6 осталось а по факту ничего ценного не нашел ящик с патронами только если считать так он стоит сто тысяч 25-30 тысяч за ячейку это же фигня это же пыль слишком тихий рейд получился не надо было мне на вечер выходить надо было на утро вытряхиваться ладно тогда пойдем на выход что у нас там а можно было на общагах уехать ну лады раз уж я тут явных признаков я не слышу присутствие чувака на карте они возможно где то есть но ходить лазить их искать это такое себе пойдем потихоньку на выход и загрузимся еще разок в свежий рейд утренний дневной вот и отлично костерок работает все выходим так вон она чё да Михалыч вон она чё знаете я тут понаблюдал одну интересную вещь за все рейды которые я провел безуспешно ну где то там чувака подстрелили и так далее получается так что я уже нафармил настолько достаточно опыта что мне хватит просто найти в смысле глупец мне достаточно найти один зеленый порох два у меня варится и я закрываю короче 42 уровень вот ну либо так да успокойся ты господи да пока прокашляется пропердится этот персонаж вот ради интереса сколько я ему урона нанес по телу 327 броней 141 из расходов на попадание 21 ну там дробинки ясен пень но я готов поспорить что если бы я ходил на опешках я бы уже закрыл этот квест а так там два товарища было я по одному пострелял а второй его просто пришел и прикрыл по тяжелой красавчики чё короче иду теперь со 153 просто потому что на 155 там кое-какие модули уже не продаются там есть лимит определенный и придется бомжевать таким макаром ну что тарков давай выжигай будем делать заправки направки смотреть тайники я предлагаю короче еще посмотреть господа и дамы на наличие зеленого пороха если я найду зеленый пороха у меня получится его вынести то я официально заявляю что сезон будет закрыт блин я эту хрень не выложу так теперь понять бы кто это стрелял по кому что я пока балабонил все прослушал все прослушал честно говоря уже такое ощущение как будто я просто подустал уже долго вот этого что-то мучаешься долго мучаешься и она зараза не получается и ты из принципа продолжаешь делать понимая и знаю что рано или поздно это получится сделать но уже где но уже такое ощущение что притупляются некоторые это как сказать не инстинкты навык они навыки некоторые там что и реакция вроде не то вроде смотришь туда и ничего не видишь все в этом духе теряешь бдительность бздительность и прочее ваше вроде постреливают там на той стороне может быть забить на все да пойти туда пострелять на барахолке ушанки больше не продаются я купил последнюю ушанку это я ее не было я наверное минут пять-семь сидел ждал ушанка пока появится на барахолке теперь еще и это создает проблемы с выполнением этого квеста хорошая хорошая там возня не спорю я скорее всего уже успеваю туда чё или пофиг туда стартануть там где взрывается все коршун нашел ну здрасте я его варил варил а где еще порох появляется по моему в этих ящиках да с инструментами появляется еще порох зеленый порох по моему вот это прям близко было пока мы уж оборкнули а понял это дикий по кому-то дал кто-то там проскочил значит но скорее всего не в общежитии да блин сложно понять на старой заправке возьми что лишь там похоже что какие-то серьезные ребята с арсеналом полные гранат далеко не новички ну-ка позвольте полюбопытствовать хе-хе 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 хе хе так а вот ну дай убить тарков че он тут присел не понял я че он делает он в кольца хотел запрыгнуть что ли или выпрыгнуть он страховку скинул чью-то точно и и и и и и и и Ну нам такое не подходит Ну там лютые пацаны, я отвечаю, если выйду, меня щелкнут, проглотят и не подавятся Шьется сидит Рыщут, рыщут в поисках диссы Рыщут в поисках диссы Блин, как это разыграть? Смотри, они прям в точку бьют Блин, они не выпендриваются, туда пойти Смотри, тут возня какая была, капец тут разобрали друг друга Три-четыре трупа И вы хотите, чтоб я с этими сильнейшими вступил в бой с этим дробовиком на флешетах, что ли? Камон, пощадите Давайте, чё попроще Так Вот где-то в этой стороне я пистолетчика слышал, это мне больше нравится Где же я его слышал? В СРФ однозначно Даже он пойдёт Вот в чём вопрос Или он наоборот в ту сторону А, он скорее всего на выход пришёл на ВСРФ, да? Я так думаю Нет Тяжёлый, это не бот Их двое тут Не обижу, выходи Нет Последний остался Нет Сговорились, что ли? Фуёк Зажали, прикинь, зажали Это те типы с ЖД, которые Они походу вернулись за мной Прибежали сюда в эту сторону Два дня спустя Вот так вот Просто доварились эти самые порохи Я готов сдать квесты, я готов сдать квесты, мы передаём торговцу и закрываем недельный квест, забираем 40 тысяч шопыта, значит мы ещё и закрываем квест идеальный переговорчик для прапора Короче говоря, господа и дамы, мы достигли максимального уровня прокачки у всех торговцев Именно вот так буду заканчивать этот сезон, сезон получился непростой, начал я его не сразу, спустя месяц, но выпуски делал через день, понедельник, среда, пятница, пару-тройку месяцев последних Много чего достигли, много всякого интересного, просили показать статистику, показываю, в общем, статистику всего Хороший, хороший получился сезон, честно говоря, много очень получилось контента, много выпусков, до 57-го дня дожил 4-го сезона ЧВК Много новых квестов сделали, впереди нас ждёт ещё больше, я думаю, квестов, тем более, что большинство, скорее всего, будут переделаны Обещали ещё и оружейник, серию квестов переделать, так что поживём, увидим, пятый сезон точно будет, точно будет забира, точно будет на минимальном паке По выпускам, скорее всего, понедельник, среда, пятница я делать не буду, буду делать раз в три дня примерно выпуск, но выпуск будет на час Может быть, с небольшим, и в основном это будет выполнение квестов, постараюсь как можно меньше использовать там дикого, скорее всего, вообще его не буду задействовать Потому что планирую раз в неделю примерно выпускать контент по дикому лутаке Это будет отдельный аккаунт, там не будет барахолки, там не будет ЧВК, там будет чисто дикий, который будет шариться по всему Таркову И искать предметы, необходимые как для квестов, так и для прокачки убежища, вплоть до каждого болтика и гаечки Плюс по поводу стримов, как вы уже поняли из названия, что это уже финальный выпуск этого сезона Но я не знаю точной даты, когда будет вайп, когда будет новый патч, поэтому если в течение недели не будет никаких движений То я просто запущу стримы и буду стримить этот же аккаунт, просто расходуя те предметы, которые у меня в схроне лежат Будут ли стримы в следующем сезоне? Да, думаю, будут, я надеюсь, что получится у меня раз примерно в месяц хотя бы выпускать эти стримы Что касается гайдов, с гайдами пока затягивается вопрос, у меня нет возможности сделать как-то или найти информацию о том, как делается вид от третьего лица Чтобы бы гайды были, во-первых, классные Я не хочу делать такие же, как у всех, но только вот в моем исполнении Я хочу делать прям хорошие гайды, если будут гайды делать, то делать Это такой себе контент, потому что он, во-первых, быстро не актуальным станет Ну, в общем, обещать ничего не буду, посмотрим, если будет возможность, будем делать гайды Еще интересовал такой момент, как подробный разбор, типа, всех движений, которые ты делаешь на карте Сборки оружия, почему такие несекие движения, какие ты исполняешь Подкинули, короче, интересную идею делать, например, какой-нибудь, типа, разговорный стрим с разборами Где будем смотреть по таймингам, у кого какие вопросы возникли И по ходу накопления выпусков, там, 3-5 выпусков садиться и, допустим, все это разбирать, у кого какие вопросы остались Как определять, там, то или иное направление и все в этом духе Это здравая идея, посидеть на стриме, поразбирать все это дело Но, блин, честно, я не знаю даже, насколько это актуальный будет материал, контент интересный Ну, какой-нибудь один пилотный запуск можно будет попробовать сделать, да, а там уже посмотреть по ситуации Как оно вообще надо, не надо, интересно, неинтересно Может быть, там разбор получится на 10 минут, а может быть, часов пяти не хватит Ну, и учитывая то, что я планирую раз в 3 дня примерно делать выпуски по пути садна, с прокачкой Я надеюсь, что у меня останется еще время на проведение стримов по Сталкеру на втором канале Я люблю Сталкер, там куча целая модов неигранных Там куча целая интересного контента, который можно будет с удовольствием питать Так что, про второй канал точно тоже не будем забывать Хотя бы раз в недельку, как минимум, как минимум раз в недельку будем проводить какие-то трансляции Ну, как всегда, планов дофига, много чего обещаю И половину из этого я потом благополучно либо не выполняю, либо забываю Так что поживем, увидим, время покажет И, естественно, хочу выразить огромнейшую просто вам благодарность за вашу поддержку За материальную, за моральную, просто большое вам человеческое спасибо За ту возможность, которая у меня есть За возможность заниматься тем, что мне нравится За возможность прокормить семью, занимаясь тем, что мне нравится Нередко пишут в комментариях, что кайфуют, прям отдыхают Там отвлекаются от каких-то проблем за просмотром выпусков Честно говоря, я точно так же черпаю какое-то вдохновение, мотивацию Жизненные какие-то силы, если так можно сказать В общем, я вас очень люблю и уважаю И даже не сомневайтесь в этом ни на секунду Значит, ждем обновления, вайп, новый пятый сезон А я на этом буду заканчивать Благодарю всех за просмотр, за вашу поддержку, пальцы вверх и доброе слово Всем приятной игры, отличного настроения Уверимся, услышимся в следующем выпуске До свидания